Поистине человек создан ошибающимся по своему естеству. И обязательно для мусульманина, если он совершил ошибку, поспешить покаяться перед Аллахом и попросить у него прощения, так как Аллах радуется покаянию своего раба. Как сказано в хадисе, ведь Аллах более рад покаянию своего раба, чем если бы один из вас проснулся бы перед своим верблюдом, которого он потерял в пустыне. Мусульманин обязан остерегаться тайных грехов, так как Аллах порицал тех, которые укрываются со своими грехами от людей и не укрываются от Аллаха. На что Всевышний Аллах сказал в Куране? Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха, тогда как он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми он недоволен, Аллах обьям ли то, что они совершают. Сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейху салям, предостерег нас от грехов наедине, сказав, «Я знаю людей из моей уммы, которые в день воскрешения пребудут с благими делами величиной с белой горы Тихамы, но Аллах превратит их в прах». Саубан сказал, «О посланник Аллаха, опиши нам их качества, дабы мы не оказались из их числа, даже не подозревая об этом». Пророк, саллаллаху алейху салям, сказал, «Они являются вашими братьями, и кожа их подобна вашей. Они распределяют ночь так же, как и вы, но стоит им остаться наедине с запретами Аллаха, как они нарушают их». Дабы избавиться от грехов, совершаемых наедине, существуют определенные причины, а именно обращение к Аллаху с мольбами о прощении, умоляя Его, чтобы Он увел от грехов и ослушаний, борьба со своим нафсом и отталкивание на ущение души, стремясь очистить ее через повиновение Всевышнему Аллаху, также осознавать, что Аллах следит за тобой, где бы ты ни был. Также полезно представлять, что те, кого ты уважаешь, смотрят на тебя во время совершения тобою греха, тем самым чувствуя стеснение перед Аллахом посредством стеснения перед Его созданиями, на что указывает хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Стесняйся Аллаха так, как ты стесняешься человека из своей семьи. Вспоминай о смерти. Быть может, она придет во время совершения тобой греха. Как ты встречишь Господа в таком положении? Вспомни о том, что Аллах приготовил для богобоязненных рабов и угрозил ослушающимся грешникам. Клянусь Аллахом, сказал правду тот, кто сказал, «Поистине я никогда не уединялся, ибо Аллах всегда был в ведении за тем, что я совершаю». Продолжение следует...